Главное сейчас не перепутать третьей и четвертой Симсы, потому что я все же решила, что мы будем комбинировать третью и четвертую часть. Будем смотреть за семьей Олега и Даши в этой части и смотреть за семьей в третьей. Интересно, у кого же она будет более насыщенной, более необычной. Ну а пока что в прошлой серии мы с вами посмотрели, что же у нас за детская такая новая интересная дополнение вышла. Кто не видел, советую поищить на канале, посмотрите. Ну в общем, вот мы сделали для мальчика и для девочки две отдельных комнаты, потому что все-таки как-то не камильфо, что они у нас живут в одной. И я думаю, что в этой части... А я не буду говорить, что будет в этой части, не буду спойлерить. Так, ну что, приступаем. Тихо-тихо, давайте не спешить. Какие у кого тут... Ага, наша девочка хочет в туалет. Ну давай, Сонечка, иди. Дашуля, Дашуля хочет кушать, и мне кажется, что нам нужно что-то приготовить. Что у нас есть, из чего там уже что-то приготовить? Так, печенье я не хочу готовить. Министроне. Торт-конфетка. Главное, для торта нам ничего не нужно. Фруктовый пирог. Не, не хочу фруктовый пирог. Торт-клубничка опять у нас. Печенье. Так, подождите, а если мы действительно хотим приготовить, вот допустим... Итальянские фрикадельки. Можем? А, приготовим, слушайте, как интересно. Значит так, чего у нас? Олежке тоже нужно в туалет. Да у нас прям всем нужно в туалет. Вот иди тогда во вторую ванную. Так, Дашуля идет готовить. Что ты мне скажешь, Сонечка? Сонечка, иди в туалет тоже. А Джонни? Джонни, тоже надо в туалет. Всем нужно в туалет. Так. Сейчас у нас Дашуля тут что-то приготовит. Я надеюсь, что ты же не испортишь, не сожжешь тут ничего. Родная моя. Готовь давай. Я так понимаю, что Джонни там одиноко сам с собой общается, да? Так, родная. Ты иди здесь посиди. Олеж, ты тоже сядь тут посиди. Иди посиди. А вот ты, товарищ, тоже сходи в туалет. Сейчас мы все должны поужинать. Правда, в 8 часов как-то поздновато для ужина, но ничего страшного. Сейчас ты сходишь у нас, перекусишь. Так, Дашуль, бери тарелку. Олеж, бери тарелку. Ты, Сонечка, возьми тарелочку. И Джонни, возьми тарелку. А то что это? Родители кушают, а дети. Походу мы неплохо, да, приготовили? Или ты себе вечеринку уже хочешь, да? Что-то тебе там хочется, позвонить кого-нибудь, купить мольберт, симпедию в поисках идей. Знаешь, я бы вот хотела, что... Доброе... Ага. Украшение создаёт отличную обстановку. Да я согласна. Мне кажется, что нам нужно ещё завтрак приготовить. Готовить. Ммм, а что бы нам сделать на завтрак? Яичница-болтунье. Давайте яичинку сделаем. Пусть будет 8 порций. А что у нас? Смотрите, папулька у нас вообще в отличном состоянии. Мне кажется, что надо его опять в зал отправить. Иди поразминайся. И я хочу погромче сделать музычку, чтобы... Ему было не скучно заниматься. Так, Джоник. Джоник, ты уже спать хочешь? И Соня. Не самая бодрая, а уже 9 вечера. Мне кажется, что нужно наших товарищей отправить спать. Потому что в противном случае завтра все проспят работу, проспят учёт. У нас же всё-таки воскресенье уже вечер. Так, ну что, дочка, ты, мне кажется, должна маме помочь поубирать тут всё. Что, неужели не поможешь? Вот, зараза такая маленькая. Я думала, сразу автоматом захочет помочь. Что там такое? Ты же вроде просто яичинку готовишь. Хоп. Слушайте, мне нравится их кухня. Стильно смотрится, интересно. Два в одном прям и гостиная. А что ты сидишь, скучаешь, товарищ? Так, хорошо. Девочка, ты у нас всё убрала? Вот, молодец. Так, это мы ставим в холодильник. Больше вам не нужно. И отправляемся на второй этаж. Вам уже... Ой, тихо, мы в стенках застряли. Тебе бы спать пора. Давайте всё-таки так стены опустим. Иди-ка ложись спать. Джонни, я думаю, тоже уже устал. Так, надо ложись спать. Папулька. А ты всё бегаешь, да? Мне так нравятся его эти очки. Особенно в зале в этом самом вечером. Они прям в тему. О, да Шуля себе повысила опыт. Что, приготовила уже? Ну, ты молодец. Так, иди-ка ты спать, наверное. Всё-таки уже время позднее. Хотя, ребята, это для детей время позднее. Мне кажется, что можно... Ну, что получить? Подожди, а что можно... Не-не-не-не-не-не-не. Тебе получать ничего не надо. Так. Заняться в уху. Давно я никому не занимались в уху в этой игрушке, друзья. И мне кажется, что... Так, всё, хоре. Счастливый. Сделай кого-нибудь ещё более счастливым. Ну, заняться в уху. Ребёнком я бы, честно говоря, тоже занялась. Потому что наши ребятки, если я посмотрю, что у них хорошая успеваемость в школе, можно будет приготовить тортик. И пусть они у нас... Мне безумно нравится, когда они радуются, что вот-вот будет в уху. Так, поднимайся. Идите, займитесь приятным и полезным делом. Всем же интересно на это посмотреть, я думаю. Оп. Какая же красивая у них спальня получилась, знаете? О-о-о-о. Ха-ха. Пусть у них будет весёлая жизнь. А то они такие грустные обычно. Ммм. Эти сердечки доставляют. Так, дети там что, спят? Слушайте, так же это самое зеркало неплохо смотрится. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, всё, я не буду подглядывать за ними. Так, что у наших деток? У них, в принципе, по показателям всё отлично. Домашку вы всё сделали? Давайте проверим. Так, ну ты можешь только переместить. И ты, получается, да? Переместить. А что у вас? Так, продуктивность хорошая. Ходите в школу, поддерживайте хорошие отношения. Хорошо. И у вас неплохая, да? У тебя товарищ. Олеша, ты спать не хочешь? Прекрасно. Значит, в уху мы делаем, а спать мы не хотим. Всё, спи. Так, а вот мне стало интересно. Даша может испорченную быстро перекусить? Приготовить изысканное блюдо. А что у нас изысканная? Лапша с чесноком. Вау. Капрезе салат. Ничего себе, друзья. Так, изысканное нам пока не нужно. Можно испечь. А что ты можешь испечь? Сахарные печенья, сухарики. Слушайте, а кто-то мне писал, что можно приготовить торт шоколадный. Торт на день рождения. Хм. Жареная рыба мы в принципе не можем сделать. Рыба, тра-та-та. Торт конфетти. В принципе, можно какой-нибудь будет тортик испечь. А вот как бы из тебя... Не, пока не надо. Нет, нет, не надо. Кокетливая ты наша. Ди спи. Так, я бы хотела, во-первых, посмотреть, сколько кому до кого... Девять часов до работы. Тю. А у тебя семь часов. А, у нас только час ночи. Слушайте, я смотрю, у нас действительно опять так светло стало. Это все из-за этого дурацкого фонаря. Да ты во всем виноват, фонарь. Ты мне сбиваешь с толку. Так вот, я бы попыталась сделать торт. Потому что я так понимаю, что если мы с вами зайдем, я помню, по-моему, в первой или во второй части, можно было тортик купить. Так. Ну, мы же тортик тут не купим. Предметы по назначению. Для вечеринки, по-моему, да, они были? Украшения, навыки. Кабинет. Нет, это нас пока не интересует. По-моему, там действительно нужно испечь торт. И тогда мы сможем с вами вырастить наших детей, скажем так. Так, ну что, Олеш? Нажмите, чтобы увеличить. Не надо мне увеличивать. Я думаю, что Олешке надо пойти покушать, да? А, скорее всего, ему нужно в душ сходить. Я бы сегодня с ним сходила на работу. Так. Принять горячий. Давай, прими горячий душ с паром. И вообще, в принципе, так. Что ты у нас хочешь? Популярный шутник. Навык комедии. Слушайте, а мы уже третий на... Ага, смотрите. Рассмешить пять персонажей. Надо, чтобы он наших детей по... По... Это самое, поразвлекал. Я думаю, им понравится. Так. А что наши дети? По-моему, они раньше в папке уходят, да? Два часа. Так. А что вы хотите? Тоже в душ, да? Окей. Так, Джоник. А ну-ка иди, прими ванну. Тебе будет, правда, принять что-нибудь. Слушай, а может ты пока прими душ быстренько? Пока папка спит. Или папка уже проснулся? Ага. Папка тоже хочет помыться. Хорошо, папка. Пойди пока... Ммм... Открыть. Позавтракай, пожалуйста. Итальянские фрикадельки. Нет. Возьми порцию яичницы. Так, ты тоже у нас сейчас возьмешь порцию яичинки. Открыть порцию яичинки. И ты, родная моя, возьмешь порцию яичинки. Бери. Все. Вот у детей все более-менее, в принципе, с настроением. Сейчас покушают еще. Так. Сонечка. Я тебе сказала. Открыть. Взять яичницу. Чудесно. А ты, мой дорогой, пойдешь, возьмешь порцию яичинки. Бери. Так, Олешка, иди прими... Прими душ быстренько. Долг зовет. Да, присо... Блин, мы что, грязами пойдем? А может, у нас там в полицейском участке есть душ? Ну, теоретически он должен быть, учитывая, что, допустим, наши уважаемые офицеры должны заниматься в зале. Ну, помните, у Дашули, по-моему, там был вариант пойти в душ, там покушать. Может, у нас и сейчас получится. Магия чая. Чудесно. Так, ну что. Кстати, ребят, у кого-то из подписчиков появилась идея, чтобы мы ввели с вами отдельную рубрику по третьим и четвертым симсам по созданию отдельных домов. Вот, допустим, создаем какой-то красивый интересный дом, вы предлагаете, и потом можно будет добавлять их в галерею. Если вам интересна эта идея, то напишите в комментариях, поставьте лайк этому ролику, и я думаю, вы могли бы ввести такую рубрику. День подготовки, тренируйся лучше. Надо отправиться в город и начать создавать репутацию дружелюбного блюстителя порядка. Или матерого авторитета. Так, арестовая... Ого! Так, слушай, родной, давай ты сначала пойдешь в душ. О! Счастье-то какое! У нас есть душ! Иди помойся. Так, прекрасно, и в туалет сходи. О, он уже счастливый. Так, давайте посмотрим. Заступить на дежурство. Оспользовавшись схемой преступления, можно заступить на дежурство. Хорошо, где нам взять эту схему? Что у нас? Открыть галерею? Нет, мне открывать галерею не нужно. Так. А, не закончилось рабочее время, никуда нельзя отправляться. Слушайте, где нам взять эту схему? Заступить на дежурство. Вот наш вариант, который нас интересует. Так, Олеж, быстрей давай. То есть сейчас кто-то займет твой компьютер и все. Оп. Получается, у нас наша, скажем так, вот сейчас работа состоит из двух этапов. На прошлом этапе, если вы помните, мы собирали улики. Так. Когда полицейский заступает на дежурство, он может знакомиться с жителями, помогать контролировать нарушителей порядка. Общайтесь с жителями, чтобы произвести хорошее или не очень впечатление. Если вы заметите от те разбрасывающих мусор или дерущихся персонажей, выпишите им штраф, чтобы в будущем они подчинялись законам. Слушайте, как интересно. Пообщаться нам нужно с кем-нибудь и выписать штраф. Страф. Так, Олеж, ты что-то тут какой-то один, одинокий. А, вон товарищ есть, но он далеко. Так. Давайте посмотрим, куда нам нужно. Так, кстати. Давайте усердно учиться. Ты тоже усердно учись. А ты, Дашуля... А, Дашуля, вот. Сменить контроль. Забудиться заняться уборкой. Развить навык. Вот, давай кулинарию повышай, что ли. Что-то ты еще можешь сделать? Так. И потом фитнес развивай. Так, Олеж, давай найдем кого-нибудь тебе, с кем ты мог пообщаться. Ага, вот. Ты кто такой? Нет, туда на меня... Ты что крадешься? Ты, по-моему, какую-то гадость, да, хочешь сделать? Жизнерадность нам представиться поприветствовать дружеские. Ну, давайте будем хорошим полицейским. Сердитый, а что ты сердитый? Я думал, он его за руку взял. Так, попробовать успокоить. Давайте попробуем его успокоить, чтобы он не был сердитым. Дискутировать о стратегиях. Попробовать успокоить. Давайте попробуем его успокоить. Слушайте, а что это они все тут какие-то злые, да? Попрощаться, обсудить. Так, давайте, дружелюбные, пообщаемся. Говорить, обсудить изменения. Жаловаться. Попрощаться. А, все, пообщались, да? Чудненько. Так, теперь нам нужно кому-то выписать штраф. Никто подраться не хочет? Товарищи? Я вот жду, когда вы подеретесь. Или нам мусорите. Так, смотрим, смотрим, друзья. Кто-то у нас гадости будет делать. Так, тебе вернуться. Ага, нет, вы возвращаться. Тихо, тихо, тихо. У вас какие-то проблемы? Угу. Вы просто общайтесь. Хорошо. Так. Выписать штраф. Выписать штраф, который дерутся или разбрасывают мусор. Вы видите, чтобы кто-то дрался? Чего все такие злобные? Хм. Ты вот злой, мне кажется, ты можешь какую-то гадость сделать. Так. Вот, друзья, дерутся, дерутся. Нет, нет, нет. Так, хвастаться. Как тебе штраф-то выписать, товарищ? Хвалить, сплетничать. Выписать штраф. Ох. Совсем скоро у кого-то там что-то будет, друзья. Блин. Совсем скоро Олега будет день рождения. Когда? Когда у тебя день рождения? Почему я об этом не знаю, что у тебя скоро день рождения? Слушай, ты чего такой вредный товарищ? Вот так тебе и надо. Смотрите, у нас Олежка прям такой прекрасный полицейский. Она какая-то злобная идет. Так, вернуться в полицейский участок. Хорошо. Верни, ну, вернись. Ага, значит, смотрите, мы с вами сначала общаемся с местными жителями, а потом мы должны следить за порядком. Ну, правильно, в принципе. Тем более, Олежа у нас будет хорошим полицейским. Как-то пока его плохим делать не хочется. В крайнем случае, плохими мы можем делать других персонажей. Я думаю, что у нас еще много разных семей будет. Разных, много разных интересных историй. Так, ну что? У вас есть все, что нужно для ориентировки. Сейчас у вас только приблизительное описание подозреваемого. Но чем больше улик вы найдете, тем точнее оно станет. Когда у вас будет очень подробное описание, вы с меньшей вероятностью арестуете невиновного, просто похожего на преступника. Хорошо. Воспользуйтесь схемой преступления, чтобы выпустить ориентировку. Окей. Блин, все компьютеры заняты. Что это у нас там такое? У нас там эти занимаются какими-то своими делами. Так, вот, смотрите, этот товарищ ушел. Может, здесь можно, да, запустить, заступить на дежурство. Хм. Купить газеты. Слушайте, а где нам выпустить... Воспользуйтесь схемой преступления. Выпустить ориентировку. Вот. Чудненько. Интересно, может, мы действительно кого-то сейчас сможем арестовать? Что ты только о детях думаешь, или же? Так, ну что? Воу. Мы куда-то переносимся. Даже интересно, какой же будет работа у нас нашего лежа. Если мы сейчас, получается, пройдем эти два этапа, может, нам повышение дадут? Потому что мы все-таки пока только за курсанта играем. Я надеюсь, у нас никто стрелять не будет. Так, на этом участке был обнаружен подозреваемый, подходящий под описание в ориентировке. Расспросите персонажей, может, кто-нибудь укажет на подозреваемого? Воспользуйтесь дневником, чтобы почитать описание подозреваемого, прежде чем кого-то арестовывать. Ну, понятно. Арестовать хорошо. Так. Арестовать, спросить про подозреваемого. Давайте спросим. Потом у нее. Ты куда собралась? Тихо, тихо, куда это вы разбежались? Спросить и спросить. Куда вы собрались все, товарищи? Вы что, совсем уже? Был обнаружен подозреваемый, подходящий под описание. А, ну это понятно. Так. Я знаю... Я не знаю никого, кто бы подходил. Хорошо. Так, хорошо. Давайте спросим, может, у бармена. Попросить. А ну, расскажи мне, пожалуйста, родная. Так, ну. Недавно... Так, похоже, похоже только что был вон там. Что ты мне скажешь? Вон там это где? Понятно, не заметили. Спросить. Слушайте, тут слишком много вариантов. Ага, туда. Тихо, не спеши. Ты что ли подозреваемая? Вы уже спрашивали. Хорошо, нам туда, смотрите, указали. Может, ты? А ну. Что ты мне скажешь? Туда? Вот ты что ли? Че мы с ней... Спросить? А ну. Ну-ка, расскажи мне. Потому что я прям даже... Ты мне расскажешь? Либо указывали на нее, либо указывают на вот эту мадам. Слушайте, она нам вообще ничего не хочет. Так, а ты не она? Что ты мне скажешь? Куда ты указываешь? Ага, подождите. Может, это она реально? Давайте арестуем. В принципе, все на нее показывали. Либо у нас два варианта. Не? Не угадали, да? Ошиблись, походу. Печалька. Просто они реально все указывали на тот угол. Мне показалось, либо вот это синее, раз это отказывается. Ну, знаете, это чисто из логики. Ну, зафейлились, так зафейлились. Первый раз у нас будет... Я, честно говоря, думала, что тут будет меньше народу. И оно как-то по-другому будет показываться. Или записи в дневнике он будет делать как-то более логично. Печалька. Не того арестовали. Может, в следующий раз у нас получится. Так, ну что? Теперь, когда вы изучили всю работу здесь, дайте... А, знайте, что за пределами участка полно дел. Регистрируйте преступников, принимайте заявления от жителей и строите отношения с коллегами. Также поддерживайте хорошую физическую форму. Или работайте с базой данных из компьютера, чтобы лучше узнать криминальный мир. Да ладно, что? Снять отпечатки пальцев с преступника. Неужели мы правильно выбрали? Так, а ну, сними отпечатки с нее. Давай снимай. Ну, в смысле отпечатки. Не, я хочу продлить. Мы сегодня поработаем подольше. Оу. Знаете, Олежа хорошо смотрится в таком варианте. Ну, давай, иди сюда. Шо, Граша? Сама ты Граша. Так, получить заявление в полицию, поговорить с начальником. Ты не хочешь сфотографироваться, уважаемая? Может вас сфотографировать вот там вот, на фоне этой штуки? Выскать подозревания, снять отпечатки? Сфотографировать. Вот эту давайте сфоткаем. Раз она у нас виноватая. Куда ты отправилась? А, все, готово. Счастлива, мадам, что ты у нас... А не хочешь еще раз сфотографироваться? А, все, ее уже не надо фоткать. Эх, так, давайте продлим. Остаться допоздна. Так, поговорить с начальником, обсудить теорию раскрытия с коллегами, получить заявление... Ага, люди приходят на участок, сообщают о преступлениях. Что-то мне хочется рассказать, взять заявление. Ну, дай мне заявление, парнишка с иракезом. В чем проблема, товарищ? Твои волосы похожи на травку. Так, получить заявление в полицию от обычного персонажа мы уже получили. Давайте поговорим с начальником. А где у нас будет начальник сидеть? Начальник либо... Нет, в камере он точно сидеть не будет. Это тоже не начальник. Может... А, вот этот? Ты начальник, наверное? Обсудить теории раскрытия преступления. Можно, правда, с ним поговорить? Ты начальник или не начальник? Я с вами... А, начальник точно. Заодно и поговорим с начальником. Мадам, поговорите со мной, пожалуйста. Обсудим проблемы. Поговорить, поприветствовать. Давайте поприветствуем. А, так мы уже, в принципе, можем идти домой. Мы с вами все сделали. Так... Что мы можем с тобой сделать, мадам? Хвастаться с ним. Искренний комплимент. Давайте сделаем комплимент. Ага, заканчивает работать. Ну что? Все, пообщался с начальником? Обсудить интересы. Обсудить работу. Душевный разговор. Все? Вы, знаете, поговорили, да? Все. Ребятки, отправляемся домой. До конца ноль. Хорошо. Все, друзья. Мы с вами заработали 234 символиона. На мой взгляд, вполне неплохо. Мы с вами смогли преступника поймать. Значит, я была права. Ура! Знаете, вот на работу вот это дополнение очень классное. Поэтому, если вы хотите выбрать какой-то из адонов, я вам рекомендую именно этот прикупить. Я думаю, что он довольно-таки интересный. Мы еще с вами врача не смотрели работу. А я думаю, это будет еще интереснее. Но для врача я бы создала какого-нибудь отдельного персонажа. И опять-таки, если вы хотите какую-нибудь еще параллельно семью, вот Олегу и Даше, пишите обязательно в комментариях. Так, ну что? Крутись этот кружочек. Почему ты кружочек, если ты у нас кристаллик? Так. Что у нас там, детишки? Детишки? А ну-ка, сделай домашнее задание. Ундеркинд. Делай домашнее задание. И ты у нас сделай... Хо-хо-хо-хо, что это у нас тут? Ребят, по-моему, у нас танцор растет. О, мы получили повышение, кстати, до офицера. Так, сделай домашнее задание. Дашуль. А чем ты вообще? У тебя тоже все окей? Ну, давай хотя бы узнать, как прошел день. Вы прикольно друг в друга входите. Чувак, у меня все отлично. И у меня все отлично. Можем заморозить. Создать нелепых слух. Ну, давайте романтику, что ли. Зачать ребенка в джакузи. Заняться в уху в джакузи. Глазить по щеке. Слушайте, у нас тут прям вариантов. Пригласить на свидание. Можно, в принципе, было бы пригласить на свидание? Так. У кого телефон? А ну, покажите, у кого телефон? Ага, Олешке звонит. Что вам там надо? Кто? Йоргий Давыдов хочет пообщаться. Не. Чувак, я не хочу с тобой общаться. Так, а ну-ка, давайте Дашулька пойдет сделать у нас торт. Я помню, что мы на свадьбу готовили. Так, выкинуть испорченную. Выброси испорченную. И испечь. Нет, пардон. Это не испечь. Готовить торт шоколадный. Давайте попробуем бисквитный, что ли. А что у тебя с показателями? Что-то уже грустный какой-то. Напряженный. Понятно. Вы домашку делаете. Так, Олеш. А ты у нас возьми, допустим, открыть. Что это у нас такое? Итальянские фрикадельки. Возьми порцию. О, Соня закончила домашку. Молодец. А ну спускайся вниз. И ты спускайся, если ты закончишь сейчас. А, и Джонни закончил. Давайте все спускаться. Так, Олежа. Ты голодный? Так иди поешь. Когда я говорю иди поешь, это значит иди поешь. Открыть. Вот, бери, пожалуйста, порцию тебе в телек. Так, Джонни, ты тут хотел потанцевать? Ну, танцуй. И ты потанцуй. Потанцуйте тут пока, поразвлекайтесь. Так, что до шуля. Если я говорю испечь торт. А, смотрите, что мы можем сделать. Пригласить поставить свадебные фигурки. Добавить свечи. Давайте добавим свечи. Так, и что мы можем сейчас, чтобы у нас выложить багаж, убрать свечи, празднуем. Задуть свечи. Персонаж повзрослеет. Давайте загадать желание. А до шуля у нас, кстати, новый сделает сейчас тортик для Джонника. Так. А ты испеки, пожалуйста, для него. Нет, не испеки. А ты, пожалуйста, готовь. А для Джонника давайте сделаем... Мне вот этот клубничку. Нет, не хочу. Мне вот этот нравился конфетти. У нас сейчас девочка вырастет. Ну? Выросла? Хо-хо-хо, ребятушки. О, выросла. Так, смотрите. Соня взрослеет подростковый возраст, романтические приключения, короткие гимнастические шорты и гормональные сбои. Жизнь только начинается. Выберите черту характера. Так. Негодяйка. Общительная. Шутник. Родственная душа. Серийный романтик. Компьютерный гений. Так, ну что, может быть, сделать из нее компьютерного гения, что ли? Так, хорошая наследница. О, домоседка. Персонаж хочет, чтобы вся ее семья устроилась в жизни. Слушайте, а может быть, действительно, лучше бармен, шеф-повар? А пусть она захочет быть шеф-поваром. Так, и что мы еще можем выбрать? Гурман. Персонажи счастливы, когда едят вкусную еду. Хорошо. Вот такой у нас пусть будет вариант. А теперь у нас сейчас... Джонник вырастет. Джонни. Так, иди сюда. А ну, разрежь торт. Добавить свечи. А, стоп! Да что ли, ты можешь не готовить? Теперь ты давай у нас добавь свечей. У нас, получается, торт один для всех будет, что ли? Загадай желание. Давай. Загадай. Желание. Мне даже интересно, каким он вырастет. Понятно, Дашуля еще торт один из пекла. Какой-то он стрёмный получился, ребят. А может и нет, я еще не рассмотрела. Мне кажется, он стрёмный. Так, он у нас любил музыку, да? Художник. Музыкальный талант. Давайте он у нас станет музыкантом. И веселый одиночка. Ревнивый лежебок. А что же? Искусствовед. Так, романтик. Меломан. Давайте вот... Куда ты съехал? Меломан же нам подойдет. Так, прослушивание музыки. Отлично. Мы его сделаем каким-нибудь... Мне кажется, что сейчас надо этот тортик убрать в холодильник. А вот этот надо вам разрезать. Пригласить за стол. Давайте пригласим всех за стол. Мы сейчас наших детишек переоденем. Поменяем немножко им прически. А то как-то у нас они стрёмные немножко получились. Все? Все счастливы? Все хотят у нас уже спать. Так, слушайте, а получается ученик средней школы. Школа, точно. Слушайте, а такой Джонни получился неплохой. И Сонечку сейчас поменяем. Так, родители, мне кажется, пусть пойдут спать. Естественная нужда, Дашуль. Ну, иди. Используй и иди спать. И ты, мой дорогой Олежа, используй. Я думаю, что дети все поубирают. И тоже иди спать, пожалуйста. Спать. Классно, ребятки. Так, родная моя. Ты, я думаю, должна будешь сейчас тут все поубирать. Ты мамина помощница. Так, убрать и помыть. Давай, убирай все. Прекрасно. Так, что, Джонник? Ты готов поменять внешность свою? Сменить одежду. Изменить персонажа. Давайте изменим персонажа. Он уже, правда, спать хочет. Но ничего. Сейчас посмотрим, что мы можем с ним сделать. Внешность я не хочу из принципа менять. То есть, чтобы... Я надеюсь, ее нельзя сейчас менять. Что, можно? Что у тебя с прической, товарищ? А, не можем в лицо. Конечно, не можем. Давайте мы сделаем волосы... Нужна прическа какая-нибудь такая симпатичная. Пусть он у нас будет таким... Если он у нас будет музыкантом, то вы сами знаете, как выглядят современные музыканты. Так... Можно, в принципе, нет. Я не хочу такую прям... Можно... Ого! Так, друзья, знаете, мне нравится либо... Ага, этот вариант у нас все равно будет недоступен. Хотя... Слушайте, а вот такую не хотите? Давайте вот... Можно, да? Тогда я согласна на вот такую прическу. Черное, темное. Пусть волосы будут. А, это седые какие-то уже. Вот такой цвет мне нравится. Я же могу его выбрать, да? Хорошо. Борода, усы... Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Слушайте, так у нас дети такие красивые получились. Нет, ну это он слишком старый какой-то. Щетинку давайте добавим. По-моему, какой-нибудь. Бородки, усы, бороды. Можно, конечно, вот такого сделать. По-моему, выглядит вполне достойно. Нет. Давайте, как раз он у нас молодой, то будет... Без бороды. Так, а ну как ее убрать-то тут? Все, да, без бороды будет пусть. Так, что тебе еще можно сделать? Очки? Ну, я думаю, что очки тебе не нужно делать. А что у нас тут такое интересное? Что это у нас такое? Нет, тебе точно не надо. Тени? Нет, ребят. Мы до такого доходить не будем. Слушайте, а допустим, может, татушку нам ему сделать? Подводка, грим, губы. Нет, нам все не надо. Так, музыкальный талант. Я бы хотела тебя еще переодеть, родной мой. Ты у нас сходил там в рубашечке. Вот я тебе тоже сейчас одела в какую-нибудь прикольную рубашку. Так, свитера, майки. Понятно. Куртки. А, куртки хотя... Раз он у нас музыкант. Слушайте, а где же у нас рубашки были? Лишь, видя рубашки, футболки, свитера, майки, рубашки на пуговицах. Вот. Вот это прикольное, которое добавили с рестораном. Это слишком, слишком. Вот давайте вот такую. Он был у нас в такой футболочке. А, кстати, он у нас сходил в бине, в шапочке. Есть у нас такая шапочка тут? Можем таким его сделать, друзья. Так, шапочка. Вот в такой, да? Слушайте, класс какой. Я бы сделала бордовую. Мне нравится, какой у нас сын получился. Так, нижняя часть. Ну что, в джинсы будешь у нас ходить? Какие-то у тебя ноги худоватые, не? А, мы можем менять. Слушайте, а я-то думала, что нельзя менять. Давайте, может, мы чуть плечи, как у папки, сделаем. О, вот так вот немножко на папку будет похож. Да и ты какой-то совсем дрыщеобразный мальчишка. Мальчик, тебе поправиться надо. Ручки покрупнее. Это же мужчина у нас. Так, я бы ему, конечно, не такие брюки одевала, а облегающая одежда. Слава богу, для мужчин такого нет. А тут есть классические брюки. Самые обычные. В принципе, знаете, давайте, может, так его оставим. А что у нас купальные костюмы? Обувь. Что мне скажет обувь? Не, обувь лучше какие-нибудь стиляжные кроссовки. Или кеды, кстати. Вот, красного цвета. Смотрите, по-моему, довольно стильный перс. Так, теперь давайте ему оденем что-нибудь из одежды. Костюмчик какой-нибудь. Ладно, я не смеюсь. Можно, конечно, такое что-нибудь. Давайте не будем сейчас особо заморачиваться. Так, в полный рост нам не нужно спортивные. Я бы тебе лучше футболку одела. Знаете, что-то меня забавляет эта вся ситуация. Давайте толстовочку ему оденем. И брючки, брючки, брючки. Спортивные брюки пусть будут. Так, спать в чем ты у нас будешь? Давай в сердечки. Зачем тебе очки, правда, товарищ? Что-то читать ночью собираешься там? Что-то читать ночью не будешь. Ночью спать нужно. Так. Это мы одели для вечеринки. Слушайте, а мне нравится тут, в принципе, подбор одежды. Только я бы брюки немножко, допустим, синего цвета сделала. О. Знаете, по-моему, он неплохой парнишка получается. Так. Что бы тебе... Вот такие давайте шорты мы оденем. Я думаю, что получился прекрасный у нас сынуля. И нам, конечно же, нужно будет срочно переделать детскую. Потому что все-таки он у нас уже не ребенок. Надо будет повыбрасывать, скажем так, все игрушки. В принципе, я бы детей езжал, кого тут нет дополнения в университет. Потому что... Опять-таки, не помню во второй или в третьей части. Я уже в них путаюсь. Можно было... Отправлять сразу же в университет. То есть они съезжали. Ну, я так понимаю, что здесь у нас такой возможности нет. Хотя надо посмотреть. Так, ну что? Ты слушайте, какой прям красавец. Так, что ты мне скажешь? Действия смотреть на звезды. Сформировать группу не надо. Что нам скажет твой смартфон? Карьера, семья. Правиться. Какая-то музычка тут знакомая всегда играет. Не явиться в школу, найти работу. Купить ресторан. Сделать селфи. Слушайте, как вам? Вот наш будущий сынуля станет музыкантом каким-то. Не, он, конечно, пока еще подросток. Так, а ну иди спи в свою детскую комнату. Ты совсем спать хочешь? Дашуля нас использовать. И сейчас... Ой, Дашуля. Я уже с Дашулю Соней путаю. Так, Сонечка. Изменить персонажа. Давайте мы ее еще изменим. Я бы ей причесал. Сонечка какой-нибудь классный сделать. Давайте ее покрасим в какой-нибудь интересный цвет. Пусть у нее цвет волос будет. Она у нас кто получается? Она у нас хочет быть поваром. Слушайте, красивый довольно персонаж получился. Мне даже прическа такая нравится. Так. Знаете, обычно, когда дети, по-моему, рождались во второй, в третьей части, они были какие-то упоротые внешне. А тут мне очень даже нравится, кто у нас родился. Кто у нас подросток. Подрост. Подростка. Так, ну что? Вот это довольно... Нет, это мне не нравится. Давайте с ирокезом ее сделаем. Так, что ты мне подскажешь, родная? Какую ты себе хочешь прическу? Не, ну это совсем ты будешь... Можно, конечно, вот такую цветную. Ну, такой ирокез, конечно, красивый, но... Не ирокез такая стрижечка. Так. Не, я не хочу такую... О, можно, знаете, в это, как у Майли Сайрус. Мне нравится, знаете, вот самое удивительное, что я не ходила. Ну, когда-то у меня была, конечно, короткая стрижка, но... Я ее никогда не любила именно короткие стрижки, но вот на ней, допустим, на вот этой моей мадаме, очень даже хорошо смотрится короткая. Так, какая-то мне из первых понравилась. О, еще и такое есть. И хвостики есть, слушайте. Ну вот, у меня теперь глаза разбегаются. Что же для нее выбрать? Ничего себе варианты. Теперь я сбилась с толку. И не знаю, что выбрать. Так, ну что? Что ты мне подскажешь, родная? Тебе-то что нравится? Я понимаю, что тебе все нравится. И такие есть у нас волосы. Слушайте... Так нечестно. Кого тебе выбрать-то? Сейчас тогда полистаю от друзей и покажу вам, что мне понравилось в итоге. Делать необычный, я решила как раз не прическу, а цвет. Пусть у нас будет такой ярко-розовый. Хотя можно было, конечно, сделать какой-нибудь зелененький. Смотрите, вот у нас есть варианты. Можно, конечно, красного цвета, но красный довольно распространенный. Зеленого цвета. Такой голубенький. Синенький. Розовый. И вот такой вот. Хотя, знаете, может быть синенькой ее сделать. Так, какой ты хочешь быть, родная? Будешь розовой? Ну, хорошо, пусть пока будут розовые, друзья. А вы напишите в комментариях, какого бы цвета волосы вы бы предложили для нашей девочки. Просто хочется действительно чего-то необычного. Сейчас мы ее еще с вами накрасим. О, тут разнообразно. Я думаю, что нам надо было из нее делать рок-звезду. Так, как тебя накрасить лучше-то, родная? Не, так мы тебя красить точно не будем. Темновато для тебя. А, кстати, вот эти штучки довольно-таки симпатично смотрятся. Где я вас потеряла? Вот, можно, кстати, розового цвета их сделать. В тон волоса. Она у нас будет таким необычным шип-поваром. Так, косметика родная. И губы. Губы розового цвета? Нет, такого я точно не хочу делать. Такой мне тоже не айс. Давайте обычного нейтрального такого оттенка. Потемнее только. По-моему, смотрится как минимум необычно. Так, родная моя. Что ты мне скажешь? Глаза мы тебе накрасили. Подводка для глаз. Мы с вами еще подводкой не занимались. Вот такую давай. Давайте она у нас будет такой вот неформальный ребенок. Ты что-то какая-то полная, мадам. Давайте немножко как-то ее... Хотя бы талией сделаем, что ли. Надо будет тебе с низом твоим работать. Так, и... Мы так, конечно, с тобой не будем ходить. Как бы тебя так одеть? Ты у нас хочешь быть девочкой неформальной, я думаю. У нас тут, конечно, сейчас начнется полет фантазии. Что-нибудь, я думаю, мы тебе придумаем. Из костюмов. Ну, пусть, мне кажется, она будет сейчас у нас так одета. По-моему, довольно-таки интересно и стиляжно. Так, следующий у нас какой костюм? Значит, костюм в полный рост нас интересует. Ммм, что бы тебе такое одеть, красавица моя? Так. Надо что-нибудь такое, так как ты у нас подросток. Что-нибудь интересное, молодежное. Так, ну это какие-то совсем уже бальные платья. Можно, конечно, вот такое, допустим, все-таки. По-моему, это, правда, один и тот же только... Этот фасон, только цвета разные. Так, а что мне... Нет, ну это совсем какое-то уже взрослое. Можно, в принципе, что-то такое одеть? Смотрите, светло-розового цвета. И подобрать какие-нибудь классные стиляжные туфли, что ли? По-моему, вполне... Так, что у нас, в принципе, я все... Можно кеды, кстати, ей одеть? Иногда, так знаете, подростки ходят. Ай, что бы тебе такое вот... Подойдет по цвету? Давайте, в принципе, она пусть у нас будет на каблучках. Так, спортивная, неродная. Я хочу что-нибудь на тебя там облегающее. Пусть будут леггинсы, допустим, вот такие. Причем цвет пусть у нас будет... Хотя мне нравится лимонная. Че уж там. У меня самой полно лимонной одежды. Так, можно вот такой вариант. Нет, такой я точно не хочу. Можно вот такую кофточку. Нет, она слишком желтая. По-моему, у нас в таком мамка ходит. А такой у нас есть вариант? Вот можно такой ей вариант оставить. Только я ей предлагаю кроссовочки поменять. Это у нас походные. Ага, значит, у нас тут в принципе нет кроссовок из нашего дополнения. Такой отличный, я думаю, подойдет. Давайте с зайчишками. Только зайчишки пусть будут розового цвета. Она же у нас любитель розового цвета. Так, родная. Спать ты у нас, наверное, будешь... Нет, так я не хочу у тебя стрелять. Давайте просто в каких-нибудь таких вот незамысловатых шортиках розового цвета. Знаете, гораздо проще, когда у нас персонаж любит что-то одно. Один какой-то оттенок. Один какой-нибудь цвет. И мы подбираем под этот цвет уже ей. Хоп. Смотрите, по-моему, неплохо. Так, на вечеринку, родная. В чем ты у нас будешь ходить на вечеринку? О, боже, сколько у нас одежды, друзья. Вечеринка. Ну, на вечеринку, мне кажется, надо что-то тебе такое погламурнее. Сказала Даша погламурнее, а сама смотрит непонятно что. Так, а что у нас тут есть погламурнее? Можно такой вот с драпировкой топик одеть. Можно на одно плечо. Хотя на одно плечо она красивая штука, но... Смотрите, есть такой вариант. Но он мне, правда, не очень нравится. Такой вариант. Или такой. Нет, такой мне точно не нравится. Давайте, может, ей... Может, вот такой какой-нибудь... А что у нас есть, кстати, из верхней одежды? Ой, это в полный рост. Может, что-нибудь прикольненькое? Не? Что прикольного нет? Ну, значит, сейчас будем подбирать. И мне нравится вот такой вариант. Да, это, конечно, не совсем вечеринка. Но, в принципе, по-моему... Слушайте, а может, мы такой ей сделаем ежедневный наряд? Вот. Мне кажется, что это будет отличная идея. Сейчас попробуем сделать именно такой ежедневный. Ну, на вечеринку пусть будет такой. Значит, ежедневный у нас будет такой, я решила. На вот эти все у нас будут... Кстати, надо ей прическу поменять. Я вот так думаю на вот эти все вечеринки. А, татуировки, друзья, слушайте. Пусть у нашей девочки будет парочка татушек каких-нибудь стиляжных. Что тут есть? Вот можно на всю руку. Такую. Или такую. Давайте вот такую возьмем. Или вот такую. Ну, вот как обычно, глаза разбегаются. Пусть у нее все руки будут в татушках. Так. Дорогие друзья, мне кажется... Нет, нет, нет. О, космический пират. Так. Где у нас аксессуары? Я волосы хочу тебе поменять, родная. Хотя нет, давайте сначала закончим с одеждой. А то, как обычно, у нас все разбегается. Так, купальничек. Хо-хо, какая шляпка. В чем ты у нас плавать будешь, родная? В принципе, мы сейчас тебе ничего замысловатого подбирать не будем. Так. А ты вот есть в таком цвете? В принципе, можем вот такой есть сделать. Купальный костюм. Сейчас я только разберусь с твоими волосами. Допустим, купаться ты у нас будешь с хвостиком. Нет, коротко смотришь, как ты у нас. Раз у тебя длинные волосы, то, наверное, с хвостиком, да? Или вот так. Да, вот такой давайте вариант. Потом, на вечеринку, мне кажется, что можно и что-нибудь элегантное сделать. Можно, кстати, вот, смотрите. Такой вариант. Или же цветные волосы. Какая-то у нас, знаете, получается голливудская волна. Это длинная называется? А, с косичкой. Ну, давайте пусть будет с косичкой. Спать она у нас будет. Ну, давайте в той же прическе. Спортом заниматься. Спортом, спортом, спортом. Ну, в такой прическе ты явно спортом заниматься не будешь. Так, а что у нас есть еще из длинного? С таким хвостиком. Нет, тебе будет... О, давайте вот такой, с косичками. А официоз у нас будет. Официоз, официоз. Вот мне та пушистая понравилась прическа. Либо можно, конечно, такой вариант. Вот такой давайте. Смотрите, какая она у нас красавица. Так, ну что, я думаю, что наш персонаж закончен. Посмотрим сейчас, как они у нас будут выглядеть. И сделаем с вами перерывчик, друзья. У нас уже детки подросли. Прекрасно. Получается, у нас девочка будет стремиться стать шеф-поваром. А мальчик у нас будет стремиться стать известным музыкантом. По-моему, будет здорово. Так, ну что. Ложитесь уже спать, и я смогу с ребятами попрощаться. А то у нас вышел насыщенный такой день, и папку посмотрели. И детишки у нас подросли, и тортик скушали все. Так, ну что. Редкое жвачное животное. Прекрасно. Слушайте, смотрится довольно привлекательно, на мой взгляд. Ну, сынишку мы тоже посмотрели. Так, иди спать. Я думаю, что в следующей серии мы, во-первых, с вами... Что-то ты совсем какая-то унылая. В следующей серии мы переделаем детские. И я думаю, что мы с вами посмотрим. Я не буду спойлерить, я не любитель спойлерить. Поэтому, друзья, ждите новую серию. Не забывайте ставить лайки, если хотите поскорее увидеть. Любых симсов, третьих, четвертых, все у нас будут. А я буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели. Всем добра, удачи, пока-пока.